То есть я, вот у меня так получилось, что я знаю день, когда у меня, когда беремен первым ребенком и вторым ребенком, вот вторым ребенком, я прям очень четко, очень ярко чувств узнала и как бы у меня не было. У меня была длительная подготовка к первому и второму беременности, физиологическая и физиологическая. Поэтому я тоже, да. Поэтому для меня это было как бы не новшество, что ой, за время, посмотрите-ка на меня. Я ждала и я, может быть, этому чувствовала каждое, каждое малейшее изменение в своем теле, наверное, так. Тем более, когда ты беременеешь, вот когда соприкасаются эти клетки, тебя как-то как током, ну мне так показалось, что это вот как шаг входит. И когда говорят, что нет души, многие сейчас просветленные говорят, что нет души. Вот мы есть все пространство, мы это. Я так не считаю, у меня другое видение насчет этого. Я все-таки вижу, потому что, когда смотришь на тонких планах, когда есть видение на тонких планах, ты видишь душу человека. Ты не видишь просто его оболочку, каким цветом он, что он это. Ты видишь душу человека, ты его физическое тело не видишь, ты видишь душу человека. Она другого цвета. Клеточки одного цвета. Душа человека другого цвета. Да, она меняет цвет. Вот, но это абсолютно разные видения. Поэтому, когда мне говорят, что души нет, я просто не спорю, но у меня другое восприятие этого всего. Вот, поэтому сейчас в нашем технократическом офисе найти себе вторую половинку крайне сложно, потому что вот такие вот осознанные люди, действительно осознанные, это здорово, что сейчас начинают их быть все больше и больше, но они разбросаны в разных местах. И когда я говорю, что их начинает быть все больше и больше, я, опять же, я не имею в виду ненормальных зужников. Ты смотришь на мужчину, а он, мало того, что вот весь из-за своей вот этой вот сырой еды, вот он весь такой вот прям, ну вот обнять и плакать, я по-другому не могу сказать. То есть спортом, спорт отсутствует, очень часто отсутствует в жизни, потому что, ну, как мне кажется, что нет вот этой вот энергии, чтобы заниматься спортом. То есть это какая-то кардио, кардиоупражение есть, но не более. Во-первых. Во-вторых, многие ударяются в практики, в практики ведические, в практики каких-то нашего рода. Но, по моим ощущениям, ты начинаешь практиковать то, ты начинаешь практиковать те практики, которыми люди жили несколько тысяч лет назад, когда они были людьми. А ты еще к человеку не вернулся, что ты практикуешь? Кто ты, чтобы практиковать это? И за счет этого вот этот вот дисбаланс получается, и этот человек, он не может дальше этих практик уйти. Почему я против всегда этих практик? Потому что каждая, каждую практику дает определенный, дает определенный уровень человеку. И чтобы дойти до этого уровня, ты должен сначала вернуться к себе, к человеку. И тогда ты уже задумаешься, а нужны ли будут тебе практики другого, иного человека. Или ты уже будешь на чувствовании идти к своим практикам, самому себе, как тебе чувствуется. И это уже другие результаты, это уже другое понимание, восприятие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!